Так сложилось, что последней надеждой нашего региона стал Миша, капитан команды NIP. Сейчас он вместе со своим составом находится в шаге от вылета с турнира. Но вылет, скажем так, все еще в рамках пьедестала, призовое место ребята займут. Другой вопрос, что можно собираться выше, но для этого, правда, надо что-то поменять. А в рамках одной серии поменять что-то, чтобы выиграть викингов, похоже, все-таки не удастся. Потому что дело даже не в драфтах, они ведь драфтят-то вообще неплохо. А вот когда дело до игры доходят... Достаточно неплохо, да. Да, то есть главная, мне кажется, проблема первая и самая большая, это то, как они стоят офф-линию. Потому что мы не первый раз смотрим NIPOV, мы смотрели их в группе 8 серий. И раз за разом мы вот эту ситуацию видим, что против любого коллектива он приходит и стоит линию типа там 0-4, это если повезло. И типа это плохо, когда у тебя каждый раз... То есть задача текущая по драфту, если у тебя все хорошо, так чтобы твой керри фармил, а вражеский нет. И не бывает игры, где у NIPOV вражеский керри не фармит. У нас вообще богатый турнир получился на хорошей сложной линии. У нас был Dragon Knight сложный, который бегал с одним добитым крипом. 1-1 на 5 минут до первых. Здесь Сайберлайт, он вообще, если бы был топ хардлейнеров по количеству смертей, наверное, РП в землю, вот таких вещей, Сайберлайт бы его единоличным возглавлял, судя по всему. Ну, с ласкирой они бы боролись, я думаю, за краски, за этот слот. Вопрос-то не в этом, а в том, вот мы берем Викинга, вчерашнюю карту, последнюю, это Хаус Найт оф-линия. Как же он развалил. Вот хоть раз видел такую игру от Сайберлайта, чтобы он пришел и просто победил, убив вражеского кора за ваншот. За последние три месяца не помню ни одной. Именно, и вот как раз-таки вот эта вся проблема. Причем когда-то, в Казанье Древние, он нормально нажимает клавиши. Есть слоты, то есть бывают игры, где они побеждают. Но вот именно получить эти слоты у него не получается. Тот же Бестмастер, помнишь, как вчера игра начиналась? Он там умер пару раз на линии, после этого вышел, собрал какие-то артефакты и началась инициация даже местами. Это неплохо, он все равно закончил счет 2.13. То есть он взял шестой, сделал ультимейт, его тиммейты убили, ультимейт, его тиммейты убили. Я эту игру по-моему даже комментировал, я всю игру говорил, ему нужно уйти в лес, он сейчас придет на линию, умрет. Он приходит, умирает. Найк стал сильнее, он принес себе фейзы, приходит Бестмастер, у него сапог. Я говорю, ну сейчас, если он подойдет, он снова умрет, он подходит и снова умирает. Я такой, ну может быть сейчас он поймет, что он не может стоять. И он как бы, имея там, по-моему, чуть ли не кулдаун на ТП, видимо от безосходности побежал фармить лес и как только у него появилось ТП, он вернулся на линию и уже с ультой что-то начало полезное делать. С ультимейтом появились с первой некра, типа стало норм. И вот мне кажется, вот ему там условно сесть недельку до следующего турнира, посмотреть просто реплеи, условно там даже Рамзеста взять без проблем. И то, как они стоят в линию, как они эти деньги зарабатывают, надо забрать внимание, посмотреть на ТОБе в конце концов, на кого угодно, пожалуйста. То есть ребята приходят, у них есть на 33-го обязательно, на его плейстайл, на его решение. То есть почему вот такой герой, почему такие вещи собирает, как он это делает. То есть вот потому, что у них какой-то просто паттерн. Пришли на линию, ноль агрессии, пытаемся вывести крипов, если не получилось, уходим грустить. Прекрасно. Замечательно. Зато есть план на игру в любой ситуации. И самое интересное, что этого хватает как минимум на ТОБ-3. Это правда, да. И вот это самое страшное, что все команды при всем при этом не вывозят. Еще хуже, играет еще хуже, чем он. Страшное дело. Да, достаточно страшно. Я вот сижу, думаю, просто ведь команда NIP могла бы быть значительно более сильной, просто поменяя одного игрока. Вот представьте на месте Сайберлайта сейчас какого-нибудь того же 33-го. Да, это пример такой грубый достаточно, потому что он сейчас, наверное, из действующих игроков сложной линии в тройку, может быть. Возьмись, да. Ну, да, нет, понятно. Я говорю просто кого-то, знаешь, кому вопросов, ну, объективно, меньше. А таковых много. Сейчас, ну, то есть в любой, мне кажется, команде, помимо Bait, пожалуй, что, есть игрок сложной линии, который, мне кажется, смотрелся бы лучше, чем Сайберлайт. У него какой-то спад вообще сумасшедший. И идет он уже три месяца, серьезно. То есть я не помню ни одной игры, в которой бы мы не могли сказать, что, ну, вот у Сайберлайта что-то нечисто сложилось. Причем, ладно так-то, то есть я не могу ни одной игры вспомнить, где он сделал какой-то мув, который вот, типа, прям вот на пятерочку. Типа ворвался, заманцевал, вот вспомни, например, генерал Элифаник на Бэтрайдере, там левел 4, когда еще напал, они пофиксили. Что-то пошел, что-то какой-то мув закрутил, убил там один-троих. Здорово, то есть вот у тебя мув, который игру сделал. Вот ни разу от Сайберлайта я не видел мува, который ему позволил бы сделать игру. Каждый раз он просто довесок к команде. Я помню Энигму от Сайберлайта, которая дала Блэк Холлу в Морфлинга один на один, сама же его отменила и померла после этого. Это вот на топ-линии с Дэрлистом, да, да, да. Тоже помню, замечательный момент был на Мегалиге. И вот, ну, такие моменты просто сплошь и рядом. Честно, парень молодой, у парня там индивидуальный рейтинг высочайший, вроде казалось бы, да. Да, играй не хочу, просто все у тебя есть для того, чтобы классно выступать. Но вот не получается. И несмотря на то, что НИП сейчас такими темпами, конечно, третье место, бронзу заберут, молодцы, все здорово. Есть ощущение... Ты прямо так это говоришь, как будто они точно проиграют. Ну, а я не знаю, у тебя есть хоть один повод в этом сумме? Это просто моя школа. Есть, потому что они 2-0 выиграли в плей-оффе. Все, тогда я закрываю эту телегу, потому что дальше продолжать нельзя. Те же самолюбие Дмитрия, это, конечно, одно из моих хобби. То есть Дмитрий улыбается довольно такой, сидит. Ну, не-не-не, если уж Дима сам это подмечать начал, то все, значит, пора что-то менять. Все, удачи Сайберлайту. Я верю, что у него все получится. И у него все-таки что-то поменяется. Возможно, состав. Вот если бы Тинни был метовым оффлейнием, сейчас он не особо метовый, как тройка, то Сайберлайт, наверное, было бы богом, потому что не было бы ультимейта. Нечем промазать. Нечем промазать, да. Не стоит недооценить. И нет проблемы, что он не дал ультимейт. Просто влетел там, подрался, в общем. Вообще, на самом деле, хорошая вот эта вот идея, то есть это вот какому-нибудь там условно начинающему тренеру как раз-таки взять Сайберлайт и посидеть вместе. Типа один учится одного, второй учится второго. Знаешь, есть ощущение, как будто ему нужен не столько тренер, сколько какой-то ментор, причем индивидуальный. Ну, я говорю, именно вот молодой тренер Фомана, типа, что как личный будет у него, то есть свой, отдельный. Димана надо к нему приставить. Ну, например. Прикинь, что с человеком произойдет просто. Да вот на тебя посмотреть достаточно. Кошмар, я все, отказываемся от этой идеи. Не надо, не нужно нам этого. Достаточно посмотреть на тебя, чтобы все было понятно. Но я про то, что которые здесь будут сидеть, ну, очень часто не хватает какого-то взгляда со стороны. И, типа, который посмотрит, скажет вот здесь, здесь, здесь. И главное, чтобы вот достучался, типа, до игрока. Потому что очевидно, что он может играть лучше. Очевидно, что он может не тянуть команду вниз, а тянуть ее вверх. И в целом это равноценно подходит каждому отдельному игроку. То есть может, достаточно просто это сделать. Но вот именно сложно сделать. Трепещем перед выбором героя для Сайберлайта. Митя, убери ногу с ковра. Еще чего не хватало. Я в какой-то момент подумал, что это наш режиссер пишет, у которого выходной сегодня. Какие проблемы? Ты че, ковер? Ты че, ковер? Ставлю обе на ковер. И поставил, поставил. Вы за драфтами этого не видите. Но поставил. Какие проблемы? Нормальный ковер, нормальная нога. И в правду. Смотри, как много коров осталось с пулем. Да порядочно. В этот раз вообще решили. Ну, они также убрали тот же Last Sealer, тот же Void, TB, Morph. Кто там у них последний уезжал? Фантомка уезжал. Сейчас нет Магнуса, наверное, Фантомка они убирать не будут. Сейчас NAPI будут дважды думать перед тем, как говорить Магнуса. Потому что после прошлой игры, если вот так вот 10к игрок на Магнусе исполняет и не нажимает кнопку, то у Миши сложной задачи, ему нужно найти кого-то попроще. Потому что, ну, прошлая игра это был шок-контент. Кстати, за неделю один из самых популярных клипов на нашем канале, это где Ксаня на Магнусе, умирает, выкупает, сплетает там от посты, все иллюзии просто в РП. Да, да, да. И не падает вообще по героям. Хороший момент. Вот, следовательно, если брать какого-то героя против Лайстилера, то, ну, помимо вот... Это ПЛ, Зивер, то есть Лин уже задувает. Короче, Слардер. Слардер очень хорош. Вот он Коррозив Хейс вешает, есть хоть какая-то альтернатива против того, чтобы бороться. Ну, а это Дровку. По-прежнему Бестмастер, но они ведь сами его забирают. Слардера своровали Слардера. Причем, очень важный момент, в этот раз НИПы не убрали СФа, есть вероятность, что Лина по Слардару может быть четвертой позиции, и сейчас СФ сразу доезжает, и потом они нас закрывают. Ну, вообще супер-супер-супер прочная линия, халява для Лайстилера в легкой, потому что Тени ему вообще ничего не скажут, просто приходят Тени, и он ему говорит, ну, подходи, я похилюсь. И НИПаун, то есть сейчас надо вот прям сейчас делать выбор. Либо они улынят, либо они просто идут и утяжеляются Лейт, но уже против Викингов сложновато. Сложновато. Вопрос только в том, что закрывающие Викингов, они могут не заходить брать СФ сейчас, потому что его эти два героя будут закрывать. Я тут посмотрел в эти баны внимательно, и я понял, что Вингу не забанили. И ты еще можешь укрепиться еще минус армором, взяв Вингу. Погоди, Митяй, а почему ты так с такой уверенностью про СФ вдруг заговорил? Он был в банах на предыдущей карте, просто почему? Потому что они все предыдущие игры, где брали СФ Слардар, эээ, Ластилера Слардара, добирали СФ. Потому что СФ, потому что это комбинация хорошая. И у тебя, типа, герой, который отлично стакается с минус армором, дает тебе доп минус армор Ауру, и у него еще куча магического урона. А, ну да, слушай, я так об этом говорю, как будто сам вчера не смотрел игру. Ты вчера смотрел, а они так же играли. О, это Магнус, походу, четвертым пиком. Да, не похоже. Да, Магнус. Вот вопрос, опять же, венга, вопрос, опять же, СФ, или они попробуют что-то еще. Потому что есть все-таки опция в том, чтобы сделать лину в центр. Сверхи как брониджи, там купить себе эту линку и все прочее, быть довольно толстой линой. Потому что можно себе это позволить сейчас. Так, вот сами взяли чайно. Не то, чтобы характерный. Слардар выехал, ну что? Ну, как там говорят, молодой пупей, все дела. Много играл сам на инче. Просто довольно интересно, что вот настолько, что ситуация, где была, типа, я не знаю. Инча против Чен, и теперь у нас Чен против инчи. Мари, Сайберлайт, попытка номер два. Поехали. Просто Магнуса забанит, если я не очень-то не возьму. Это Фантомка без Магнуса. Хорошо, если Лип-2, мне кажется, это попытка номер 78. Мне кажется, что какой-то все-таки Бессмастер появится, если он не в бане. Он вроде не в бане. Но Фантомка с ним стакается ужасно. Да. Он Магнус. Да, но кого это останавливало, понимаешь? Вот я уверен, что сейчас нет обсуждений. Я уже молчу про Чена, который приходит и просто как бы говорит, здорово бы. Но как, смотри, сейчас появится... Вот, на ловца и зверь бежит. Только вспоминай. Хорошо, но концепт в том, что тебе нужно было взять максимально плохого героя, но который выключает Ластилера. Типа, задумка в этом. Окей. Но здесь тяжело будет. То есть надо... Главная проблема... Слишком много денег нужны. Смотри, смотри, смотри. Деньги, да, деньги. Тебе нужно будет выиграть время и как-то не драться до момента, пока не появится Дизоль и БКБ на... Я бы еще сказал, пока не появится БКБ на Нигме. А там еще до БКБ нужно еще БКБ. Да, то есть БКБ, Дизоль, еще плюс один. В общем, Викингам нужно эти ломать. Ченом. Рошан падает, например. Такой драфт он сразу отдаляет Рошану, Слардору и Чену. Просто приходит толпа ребят. Ауры, Корузов Хейс, Ластлер. Любой другой герой в миде они уже ломают. К слову о Рошане-то. Вы помните, как первый Рошан быстро умер на предыдущей карте? Магнус отправляется в таверну, 25 секунд там сидит. Ему остается все 10 секунд, Рошан уже добит. Просто вот так это произошло. У них слишком хорошие, говорю. Я говорил про повод того, что Дизоль и БКБ, в том плане, что два героя должны фармить. И ты тремя героями должен для них спейс-креатить, чтобы все у тебя получилось. При этом у тебя, опять же, хинчает асоло-таргет, фантомка до появления, не знаю, АБФ, таланта, чего-нибудь, асоло-таргет. Кинни Доблинка, он вообще просто бегает. И говорит, парни, дайте мне где-то деньжат получить и левел. И сейчас Чен на темпе с командой будет просто ехать, потому что Ластилер тот герой-персонаж, который может на 20-11 хэгграунд купить там ПТ-ромлет, пару бойсерочек каких-то, не знаю, что-то такое. Там с таблю взять. И нигма очень хорошо врубается аегисами. То есть нигма хороша в суперлейте, но до этого лейта еще нужно дожить. А дожить против Чена и Ластилера, который будет по кулдауну Рэджа, грызть хэгэ крайне сложно. Энчандрос ему ничего не делает, Тинни тоже как бы не особо боец. Ну и Фантомка, она, скорее всего, просто не успеет набрать своя. А на Манке Кинг Барри Фантомка просто съедается мгновенно. Спасет вообще неплохо. Есть такие герои? Что-то можно спасти? Да вот я пытаюсь придумать. У тебя же какой слот-то свободен, получается? Миф. Ну, миф. Просто в центре. Их большая проблема в том, что есть такой герой и есть. Условный пертингер, да? Условный. Да, его закроют шторм. То, что у тебя 24-м героем кого-то закрывают. У тебя его закроют шторм. Они, кстати, решили никого не банить в этой стадии, на седьмую банку. Просто не успели. Не выбрали героя. Попа. Просто. А, это правда вот так работает? Да, да. Ты можешь себе позволить не банить героя, а просто никто не банится. Просто ты не хочешь делать это сразу, потому что ты тратишь все время. Не, я думал, рандомно забанится какой-то. Не, не, не. Рандомно возьмется. А забанится вот никто не забанится. Это прекрасно. Я понял, что игра стала уже просто шедевром. Вот на старте игры, то есть парни просто, ну, они настолько были не готовы к тому, что происходит на карте, взяли вот эту Энигму, что делать, кого банить, что решили никого не забанить. Ну, и не зря СФ называют вот этим светом. Возможно, там ему и стоило оказаться, но посмотрим. Почему у нас два дня? Шторм. Шторм. Почему у нас два последних дня какие-то чудные вещи вообще в дочке происходят? То там морфлинги всякие умирают, то лайфстилер ловит пауэршот в Эрке и умирает от Рошана. Там потом два героя на пригорке сидят. Здесь сейчас героя не забанили. Вообще цирк какой-то. Ну, серьезно. Но тем интереснее, кстати говоря. Ну, давай так. Вне зависимости от драфта, ноль веры в Северлайта. Да. И в рамках предыдущей серии немножко подкосила меня вера в Суприма. Суприма, ну, пожалуй, да. А викинги стабильные. За викингов? Да. За викингов. Ну, аналитики свое слово сказали, какие кроссовки у Ласта. Это вопрос или восклицание типа, воу, какие кроссовки? Вопрос. Дима, покажи кроссовки зрителям. А, ну, обычные, я не знаю. Обычный небеланс белый. Да, просто самые легкие, которые есть. Да. Пишите в чат, какие у вас кроссовки и у комментаторов заодно спросим, передав им слово. У меня Венса, кстати. У тебя что? Фила. Окей. Слушайте, существует множество книг, всяких разных, в принципе, семинаров о том, как повысить потенциал личностный, да, там, развиться до какого-то вот уровня. И почти все они говорят о том, что вам надо выйти за пределы комфорта. Так вот, если вы хотите выйти за пределы комфорта, вы можете залить хату на ИНИП и стать бомжом, потому что таким образом точно у вас поменяется жизнь и вы сможете достичь высот. Ну, адреналина не сказать, что сильно добавится, потому что, возможно, шансов здесь просто викинги не оставят. Да, очень большая ставка на эту ИНИГМУ, очень большая вера. Возможно, знаешь, это какой-то момент икс для самого Соберлайта. Типа, если, чувак, ты нам не вытащишь игру на этой ИНИГМе, то, ну, дисбанк, все. Слушай, обычно мы привыкли видеть, что ИНИГМа еще берется очень круто под темп, под то, чтобы сносить товара, и к ней добираются условные Фурионы или что-то в этом роде, но здесь никакого темпа вообще нету. Это Фантомка, которая товара сносит очень слабо, это Квапа, которая товара сносит очень слабо. То есть тут это точно тимфайтовая вот эта ИНИГМа, которая должна отдать хороший Блэкхолл, а не которая должна сносить тебе товара и доминировать карту. Ну, и здесь еще проблема в том, что обычно в последнее время у нас Фантомка всегда берется исключительно с Магнусом, то есть у нее есть какие-то возможности пофармить побыстрее. Здесь она будет фармить Убер медленно, возможно, будет какой-то Медас появляться, а мы помним, чем закончилась прошлая игра, там просто дофармить ничего не успели парни на Нипах. То есть, возможно, там могли бы катку вытащить и Джаггер, и Макака, но они остались без нужного количества слотов, чтобы убивать всех. Но вот в этом была проблема. А сейчас такая ситуация, то что и Фантомка, которой нужно время, и ЭНИГМа, который, ну, бог с ним, я не знаю, про него ничего нельзя пока что сказать, но я буду верить, я не знаю, они там все уже утопили, я до последнего буду сохранить веру в этого человека. Ну, и на Миде у них Квапа, которая, в принципе, может темпануть, поубивать, побегать, но Гуля не убьешь. На Харде у них там что? Я забыла. Ну, на Харде, ЭНИГМа? Нет. А ты по поводу противника? Слардар? Слардар. Его тоже не убьешь, он слишком жирный. Мне все еще очень нравится, что викинги такие, так, окей, хорошо, у нас получилась минус арморная острота, на ЭКС, опять же, на второй пик, давайте повторим просто. Да, да, они просто повторили, они ничего такого, они, как обычно, берут чуть ли не на ФП этого лайфстиллера, и каждый божий раз он уберет им, сносит рон. И что с этим поделаешь, вообще ничего. Проблемы некоторые имеют. Ну, и Шторм, конечно, здесь шедеврален просто жесть. Мало того, что, да, у Миши, вы сами видели, не получилось за бан последнего персонажа, он просто не был, вообще ни одного бана не было на Ласт Бан. И никакого героя он не закрыл. Я думаю, что он бы должен был закрывать как раз-таки какого-то из прыгателей, то есть из Эмбер, Шторм, Войт Спирит из этих трех, и Штормила здесь шедеврален. Единственное, чего он добавляет из минусов, это то, что он немножко гридовый и немножко попозже может выйти в тимфайтовые шмотки. Но, опять же, ну, то есть там, поясное дело, да, ему нужен оркит условный, да, который сейчас можно довольно долго собирать, если что-то на линию не пойдет. Но зато против него по игре здесь ничего нет вообще. Ну, я думаю, что даже в случае, если бы не Эмбер и за баней наказался этот Шторм, Бум мог бы опухнуть и взять себе СФ. И я лично его фанатка, его СФ тоже очень крутой. Кстати, да, под минус арморную старту согласен СФ очень-очень сочный. И здесь он, кроме этого, довольно-таки напряжен для абсолютного большинства оппонентов до БКБ. Он может быть слабоват против Квапы, конкретно немного плохо отстоять из-за там постоянного спама ядом. Может быть, немного проблемы с тем, что попадется под Блэхол, умрет сразу, потому что танковат. Но вообще не проблема. Я думаю, что он бы с этим разобрался. Тут у нас ситуация такая, что за Рунку решили побороться. Селери. Нет, увидел, что здесь большой отряд пришел на защиту, и все. Он работает пятеркой с самого начала катки здесь. То есть он чекает лицом возможную опасность того, что противник пошел забирать трепло и попытается кого-то гангануть. Зачекал, сообщил парням, что надо отойти. Все в порядке здесь. На боте, в свою очередь, у нас будет стоять Инча вместе с Фантомкой, кстати, на линии и подобной. И довольно сложно душить. У тебя Инча засекюрит, скорее всего, в Лайн Фантомке. Я тоже самое, правда, говорил и по поводу Джиггернаута вместе с Ченом, но там не очень хорошо вышло. Здесь, я думаю, получится получше. Ну, посмотрим. Пока что у Бумы я не вижу больших проблем против Клопы потенциально. Должны более-менее ровненько стоять, потому что у Бумы всегда есть возможность хорошо пофармить крипов в лесу рядом, если здесь его слишком захарасит от Клопа. Ну, а Фантомка, у нее могут быть проблемы. Она все-таки милишник, и опять же, у нас ситуация точно такая же, как и на прошлой карте. Хороший стан суммарно получается через Лордары и через Лину и с Башем еще сверху. То есть Фантомку, если вдруг не повезет, то в какой-то момент может даже выйдет и убить. Но касательно ничьи, там вообще проблем никаких нет до шестого левела, ее забирать, если догонят. Эра красава. Все правильно сделал. Заблочивал Малу Кемп против Чена. На первой минуте. Скорее всего, на вторая будет. А здесь Арамис Кевард бахнул. Как раз таки. То есть он большой спаун тоже заблочил, и там Миша не поживится. А тут еще и крипы не самые сочные. Ну, то есть вот этот парень, конечно, может ХП тебя восстанавливать и типа мана реген нормальный. Какой-то рофл, а не реген. Ну, слушай. Там просто очень маленький рейндж, когда он его кастует. Но это прикольно выглядит. Я пару раз видела, как это использовали, но по факту там... Конечно, прикольная, да. Прикольная фича. Вот, вот, вот. Да. Там реген намного лучше. То есть он реально очень хороший, очень приятный. Там 3,6. Вот сейчас он еще достаточно плотный объем. Проблема в том, что не на что особо тратить этот реген. Потому что с фулов, которые мана кост дают большой, и вообще имеют большой, что их не так уж много. Ну, у нас тут пока что видим ситуация такая, то, что просел по хп Инча, и Чарли тоже получил. Он взял себе уже колечко на реген для того, чтобы немного полегче себя чувствовать. И будем смотреть, как он тут дальше будет разбираться с этой историей. Всегда для него остается опция фармить в случае чего через Даггерок. По идее, проблем с этим возникнуть не должно. Но все равно видим то, что Шат уже уверенно очень хорошо вперед вырвался по крепам и занимает первую позицию по натурсам в целом на карте. А вот и вот, наконец-то, баньша появилась. Так можно хоть как-то погонять. А Энигма, ну, Энигма. Он здесь что сделает? В принципе, Энигма на линии, он редко, когда только с очень какой-то хорошей крутой даблой может проблемы доставить. А конкретно с Эрой, ну, если закинет прям под тавр, все равно Шат нажмет рейш, убежит. Ну, только вот опять же, может, Чена получится как-то цепануть. Ей Том или Файс нужно для этого качать, а Сайберлайт, не знаю, насколько сейчас будет этим заниматься. Да, Эра, на самом деле, должен заутазить второй левел, поличить его, точнее, у Сайберлайта и идти гангать мидл. Шторм все еще до шестого левла, достаточно гангабелен. А в свою очередь, Сайберлайт занимается динайом рейнджевых крипов, что совершенно очевидно. Но Шат, я думаю, даже Эдолонов будет скоро грызть вместе с Солерой. Да, он же немного подгрызает, отнимает, вот он все гадит, короче. Учитывая то, что Эдолоны очень дорого по мане стоят на Энигме, это большая потеря. Приходится очень много мана Регина таскать, просто чтобы их кастовать, а у тебя еще их и крадут. И при этом размножаются, когда они, вот видим, тоже получается так, что крипов просто против тебя больше. Слушай, ну это... Меня бы от Тельтанола просто. У тебя забирают Эдолонов. Ну нефиг было брать. Так это же не ты пикал, тебе пикал Миша. Возможно, что он просто... У него есть рот, я думаю, он может сказать. По логике вещей вообще, ему должны были давать Магнуса, да? То есть у тебя Фантомка в пике, а ты хочешь Магнуса иметь. Но настолько была предыдущая грустная катка, что, видимо, от Магнуса он еще больше Тельтанол бы. Поэтому ему дали Энигму. Ну ладно, ну хорошо. Ну то есть нужен герой был, который пробивает БКБ, потому что в пике Найкс. Не знаю, у меня действительно есть острое подозрение, что это какой-то тест для Сиберлайта. То есть действительно, по всем параметрам здесь Магнус заходил бы лучше. Им было бы проще отыграть, чем Энигмой. Все-таки с Энигмой как-то ответственности больше. Это огромный кулдаун ультимейта, поэтому частенько бывает... Ой-ой-ой-ой, сейчас по ХП просядь по таврам. Как бы и не угрыше. Нормально все. Вот просто Энигма это всегда большая ответственность, поэтому нередко видим то, что ультимейт у нее кастуется раз-два. Макс Гритом заиграл. Человек-паук, что ли? Почему? Ну, чем больше способности, тем больше ответственности. Да, да. Даже дело не в способностях, а то, что кастануться, это прям идеальный был холл, вот это все на хайлайтике разобрать. Но у нас уже были хайлайтики от Сиберлайта, когда он иллюзии давал РП. Кучу иллюзий зато застанил, это было круто. Вот, а тут проблема в том, что еще и сбить ему могут спокойно этот каст. Так, опаньки, опаньки. Силерию нафидел. Эра молодец, здесь хорошо все подкинул. Опять же Сиберлайт поддержал. Я так понимаю, что Малифайс он качал, и это через Малифайс было сделано. Ну и круто. Смогли сделать фраг, какое-то напряжение на линии создают, и это круто. Да, это правда. Я вот не знаю, мы должны орать, как сумасшедший, когда Блэхол будет или нет? Давай, ты будешь орать. Окей. Я просто не видел Энигму уже очень давно. Ну, в принципе, очевидно, да, это не метовый герой. А если Сиберлайт хотя бы по одному попадет, то уже можно орать, я думаю, максимально. Так, а что руна не контролится на боте, я не понял. Рафлан лицо. Лина что-то, видимо, походу заговорился со своим другом, потому что, ну, ну, камон, четыре рона, ну почему? Слушай, ну хорошо, хорошо, бодренько стартанули, так, разобрали. Миша, да, он все оставили, я как раз-таки буму, видимо, руну, а он не смог. Но тут у нее все равно полная бутылка, видимо, только привез, так что он плевать, сам он фулловый. Четыре баунтируна, да, законтролили очень много денег, тысячи заработали преимущество сразу с этих баунтирун. Это круто, это хорошее начало. Ты причем Лина, да, ты дефолтный герой, который имеет стан. все плохо вообще уже? Так я о том, что вот у тебя, у тебя есть стан. Ты герой, который отнимает руну у противника, соответственно, любая НЧА даже близко не подходит к этой руне, ты ее точно забираешь на боте, но это кроме тысячи четверка по дефолту должен забирать. В общем, очень странный маневр. Бум сейчас тоже наверняка разочарован в жизни, мало того, две семь сот у Суприма, две только у Бума. Ну и вот то, о чем мы говорили с точки зрения того, что Шторм немного гридовый и не то, чтобы он прям выигрывает лайн против Квапы. И вот Эра пришел. Эра пришел, и сейчас может настать этому Буму конец. Надеюсь, если там какая-то атака будет, но Бум, кажется, просто либо прочитал, либо за Поваропрункой просто удачно пошел. И Хасу подобрал, самое главное, теперь уже все, его не убить. Я еще не понимаю, это просто отходит вниз и попытается там разобраться с кем-нибудь, а Суприм получил за то леща, за это. Да, вот как раз Рамистук еле живой, вот если сюда Эра подойдет, со спинки как Тосик даст. Да-да-да, есть сейчас шанс хорошо забрать. Отлично, это плюс враг. Что творить можно, да-да-да. Да, это нет, то ли тут трудовато пробить, конечно, будет. Да-да-да-да. Был бы шестой у Чарли, тут еще можно было поговорить, а так... У Миши просто никакого крипа на контроль не было. Или если было, то там кулдаун был. Так что печально, конечно же, в этом моменте. Там, по-моему, у него Пуржуой крип был. Ну, не всегда он спавнится, что поделаешь, не найдешь, не придешь уже по всему лесу, по всей карте перечискать. Мне непонятно, почему ничего ограничили в возможности переенчивать своего собственного крипа. Да, это жалко, жалко. Это как раз-таки, когда ей, по-моему, время, которое крип приручен, убрали, ну, немного порезали, тогда ей дали возможность переприручивать, а потом ее убрали, и это стало очень печально и грустно. Ну, вот как раз-таки, чтобы бесконечно какой-то кентавр у нее не находился в руках или что-то в этом роде. Хотя, с другой стороны, ну, какая разница, он с чем с вечными крипами ходит, вообще не жалуется. Ну, после просто, например, нерфа Хадукина, да, потому что мы помним, что на Сатире было как отношение кустовой. Бума забрали. Эра все-таки переместился туда и сделала это, еще и курьеры его подрезали. Эра молодец. Убил на топе, убил на боте, убил на миде. Короче, все три кила по факту это Тинни, да. И он и должен этим заниматься. Это Тинни четверка. В предыдущей игре у нас не было ни одного подобного героя, который мог бы постоянно давать какие-то передвижения на мидл. То есть мы видели, да, как бабка там саппортила, подъезжала на миды. Так, и опять возвращается за рыжими. А тут Тоби скорее даже за два их можно забрать. Отличные фраги будут. Эра делает один фраг. Тоби пока что пытается убежать. Замедление тут же и это минус два. Отлично. Эра, ты... Молодец. Сладкий, сладкий бы болях. Но Миша добавил очень хорошо кентаврам. Тем временем у Суприма проблемы. И он погибает. Бумыч просто с целеной его развалил. Я не знаю, была ли у него какая-то прикольная руна. Скорее за поворапом пошел, потому что хп уже не было, бутылка была пустая. И на этом он как раз таки подгорел. Все. Нам Вижен просто стоял у Бума специально. Показывает нам всю крутость Терры. На данный момент три килла, два асиста, пять фрагов. Все с его помощью сделаны на этой карте. Файт, партиципейшн, стопроцентный. Боже мой. Кто больше? Ну, на самом деле это не так. Файт был еще на миде, когда убивали Клопу сейчас. Поэтому он уже пропустил маленький момент. Но неважно. Учитывается только те фраги, которые команда сделала. Я понимаю. Ну, это же файт все еще? Ну, это файт. Ну, когда тебя убивают, это что? Его не было рядом, когда он мировал. Да. Сайберлайт! Блокол по двоим. Не, ну кому? Ну, смотри, на по двоим дал. Ну, смотри, они еще убьют. Они еще убьют. Не, все зашибись. Сейчас, подожди, я заряжаюсь. Заряжаюсь. Хорошо, хорошо. Да, на следующий давай. Может быть. У тебя есть вон три минуты. Так, Чарли влетел в Арамисо, станчик ответный. Сразу же задоджил. Все хорошо. Эра еще тут может помочь. Дать Аваланч. И прощай, Арамис. У Арамисо все крайне грустно на этой карте. 960 голды. У него ровно столько же было пять минут назад. Ай, БФ, Антон. Ровно пять минут назад. Извините. Ай, БФ. Я думаю, надеялась на Медас, на БФ. А, БФ здесь хорош? Ну, да. Но это все-таки такая будет более медленная игра. И будем надеяться на то, что викинги опять не возьмут темп, как в прошлый раз, и не развалят. Но здесь пока у нас первым номером играют НИПы, но когда это вначале происходит и чуть-чуть ослабляешь хватку, то сразу же преимущество перехватывается. То есть видим то, что Шат первое место по Нетверсу. Слардар немного подводит относительно прошлой игры. Вот у него очень низкий Нетверс. Соответственно, он в какие-то свои слоты будет еще долго выходить. Но удачный инфест можно будет просто и на Слизерин Крэша завести. А на Гриффиндор. Эра. Бывает чужую куру. Тут занесли Мидл Тавер до второй каретки. Это на самом деле редкость для Квапы, но у нее правда очень хорошая игра начинается у Шторма. Ситуация такая, что ему пришлось сейчас в лес уйти, немножко подфармиться. И ждем от него Оркеда. Но вопрос в том, что к моменту, когда у него будет Оркед, Суприм вполне вероятно уже выйдет в Юул, если захочет. Или в собственный Оркед. Нет, скорее у него Оркед появится раньше, чем у Бума, и он его может еще долгануть в какой-то момент. А тут пока видим то, что забирает Суприм еще фраг. А тем временем попытается Тоби справится с Тэнчой. Тэнча, я так понимаю, еще ультимативную способность не качала, да. И она попытается на Нейчера Тэн до себя отойти. Очень больно зарядилась Баша, но есть Эра, которая сейвит. Мало то, что убийца, так еще и спаситель, но любую. Но тут пока что оказывается ситуация немного сложноватая. Еще один стан, Чарль открывается. Орать, орать надо на Тоби. Орать! Кричи! Орать! Нет, он решил пока что-то сей пока инфест. Вот она, вот она кричит, кричит, и Тоби бежит, там внутри еще шат. Кипер-сюрприз. Он уйдет, он уйдет, все хорошо. Ну, он фуловый был, так что никаких проблем не было. Сейчас его не законтролить толком, то есть вот физа нужна какая-то хорошая, чтобы можно было его убивать. О! Ой-ой-ой, Динай и блинкаут, боже мой! Вот это грязная игра. Это супергрязная. Ну, вообще все получается сейчас в Найпе от начала до конца. Эра просто, походу, послушал ДК, есть такой исполнитель. Посмотри, вот этот тип, вот зря он пришел, Потар, тут еще сидели на дереве, выкосили. Ему повезло то, что Чарли не имел ренжа, видимо, чтобы прыгнуть и убить его. Так он Потар бы спокойно полез. И решил, видимо, сам зайти. Вот куча клипов, миллиарды идолонов, можно спокойно найти Мишу. Вот как раз таки светит его с Веберлайв. Не, я разменулся с ним или что? Видимо, да. Все в порядке. Ну, вот есть, есть инфа, есть инфа. Бум! А, вызвали Бума! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какой тиль! Там, причем, рядом Фантомка, но она понимает, что она не сможет ему помочь. А хорошо, что не прыгнула, да. Ну, еще бы. Ну, камор, шторма. Ну, бессмысленно же. У тебя ноль БКБ, еще и БКБ, при этом все, он еще довольно долго не появится из-за того, что это БФ, наверное. Ну, вот, казалось бы, такая хорошая темповая игра, но при этом Косарь Перефарма есть у Шада. То есть, он относительно Фантомки двигается очень бодро и Фантомка еще тысячи лет свой БФ будет пармить. Мы понимаем то, что это, на самом деле, просто повышение кэпов от НИКО. Они молодцы, все делают грамотно. В роли гейме выигрываем, потом немножечко начинаем подливать. Ну, то есть, по факту же викингов все в порядке, да? Они потеряли на миде вышку, они потеряли на топе вышку, это негативно отразится на их возможности по фарму. Да, например. То есть, он там как бы не страдал, все равно, но разница только 200 золота относительно и клопа это вообще ничто, а шатые вообще эти планеты всей. Потому что Эра перестала его дышить из-за того, что Бум ушел в леса. Вот сейчас, кроме этого, на топе... О-о-о! Блэк Холл! Вот это он! Вот это тот самый, которого я ждал от Соберлайта. Золотой, да. Вот. Но вообще, конечно, это не ошибка Соберлайта, это крутой мув от Бума. 100%. На реакции. На реакции сыграл, получилось задоджить и плюс 3 минуты спокойствия для его команды, соответственно. На самом деле, хочется похвалить Соберлайта за то, что он не стесняется кастовать этот Блэк Холл. То есть, есть люди, которые терпят минут по 15, а то и по 20, прежде чем хоть раз его кастануть. А здесь он не сдерживается. Вот. И это тоже большой плюс, который хочется за ним отметить. А Штормс Перед продолжает фармить свой отчет. Там, кстати, сколько у Клопа осталось до него? Вряд ли там сильно меньше. Нет. Ну, все-таки рецептик остался всего лишь, и она его сейчас будет дофармливать. И, возможно, какая-то очередная атака, в том числе и на лайвстилера, возможно, потому что без рейджа он слабоват. А теперь вопрос. Вот если ты не видишь, да, шторма, можешь ли ты нормально по-человечески на него прыгнуть и дать оркед? То есть тут, из-за того, что у шторма есть возможность намного лучше передвигаться, чем нежели один блинк из Лайкинг Бола, мне кажется, что оркед на шторме эффективнее, чем на Клопе. Нужен какой-нибудь крибразвечек. В очных полевостоянии. Да. Ну, или что-то в этом роде. Я думаю, так-то по факту сейчас увидим, что будет делать Штормилу с этим оркедом. Да я думаю, что все-таки Шадо попытаются осадить. Его слишком долго не трогали. То есть на него забили пока. Объективно забили, он ничего не делает и против него ничего не делают. Он просто спокойно бьет крипчиков, у него ПВЕ игра пока что идет. И это самое ужасное, то, что не по-никак не останавливается. Частенько бывает. Игнорит кор, он там фармит-фармит, а потом придет всем и покажет то, что он дофармил. А тем временем Квапа будет делать Ю, понятное дело. Суровая необходимость. Надеюсь, он не избавится от этого. Соберлайт продолжает, вот фидосит на топе. Но зря он здесь остался. Один в вышке нет. Тут рядом слишком часто приходят люди на отпуши, и вот он пришел и фиданул. Такое бывает. Вообще, на самом деле, ему надо передвигаться на ботах. Антонке как раз-таки заниматься треугольником и топом, когда на линии отпушивается. Но обычно зеркалится как раз таким образом позиция 3-1. Но это их дело. Тут вся фишка в том, он фармит лес и одновременно с этим топ старается убивать постоянно, напрягая. Просто дело в том, что они ходят и чекают. Они ходят и чекают этот кусок леса. А у них в лесу все это время спокойный шат фармился делать. Сейчас он пришел уже и инфест есть. Топе, кстати, из-за отсутствия денег на лайне, из-за того, что он его приграл в салат, не стал делать драмы, сразу же вышел в блинк. Это реализация блинка под инфест, и Соберлайт снова умирает. Они продолжают просто душить несчастного Соберлайта, который продолжает выступать на топ и продолжает умирать. И я уверен, что они бьют по больной ранее, потому что у Соберлайта не получилось. В предыдущей игре они продолжают просто дезиннировать. Эра хорошо блинковывается, и туда же Соник ввейк минус Бум. Сдули Бума, хорошо получилось. И теперь Шадо можно забрать. Он еле живой, но как-то подбить кем-нибудь. Чарли пришел. Отлично. Он сейчас попытается разобраться. Суприм отпрыгивает подальше, но Чарли еще остается. Последний дагерочек, кинуть что-нибудь, он манит армлетом. Ну, что же ты будешь делать? И дальше Арамису можно забрать, зато он тоненький, точно развалится. И Лагуну кидает в Эру, попытается его забрать с собой. Не получилось, на одной тычке выживает. Ну, вот это хорошо было. Замечу, друзья, что тут гений Силери, потому что, ну, помимо отличной мельки, отличного Хенд оф Гада, этот человек, вот запомните, если играете на НЧ, или играете на Ченни, никогда не ленитесь брать себе Холодного Огра, ну, или там на Думе, например. Потому что Айс Армор сейчас это единственное, что спасло Шада. У него там, ну, дичайший объем армора, плюс еще замедление атаки. Даже Фантомка со своего блинка, влетев, вот так, как раз нам показывает, то, что он подальше армором, у него, ну, сколько, 29, ну, 30, 30 с лишним, да, 30 с лишним армора. Очень еще нехороший объем, а там даже больше, когда на нем армор от крипа. Вот, и только поэтому Шад выжил. Да, он Флэдмейл уже купил, поэтому армора у него и так навалом, и помимо этого Кирасу сейчас будет дофармливать. Ну, идет она у него потихонечку. Конечно, жалко, очень жалко, что такой шанс упустили его убить. Лина тут у нас в очередной раз умрет. Ну, к сожалению, такова судьба Лины четверки. Слишком уж она тонкая оказывается. Хотя, помню, эра, сейчас Актобе получит. И еще башюрочка зарядит. И Шадо есть. Нет. За папу, за маму? Да. Это, кстати, килл-стрик для Шада вообще-то. Он забирает пятикильный стрик. Как это можно назвать? Пятизарядный стрик. В любом случае, 13-6. И у Шадо все замечательно. Проблема, наверное, основная именно в Рэмиссе. Он на четверку даже близко не подходит. Он его ниже на творц as Bit. пятерки в собственной команде, и вообще ниши на Творс на карте, и он не может себя найти, пока его действия, ну, совершенно не помогают коллективу. Ну, если он будет стоять за спинами врага, проблем не будет. Но пока у него получалась такая ситуация, вечно то, что он соло подставлялся и умирал, соответственно. Но Чарли появился, так-так-так, там нападают на кого-то на миде, кого-то пытаются сбить. Это был Миша, Мишу спасли, все хорошо. Вот. Проблема в том, что у Чарли пока фарм только начинается. Сейчас тут посмотрим, какие слоты он будет выходить, что он будет планировать. Хотелось бы что-то на дэмош. Вот тут же самое, не знаю, Дизоль, который на нее спаимит постоянно. Вот хоть что-то. Дизоль вообще здесь необходим, как и Кираса тоже, потому что огромное количество армора у самих викингов, надо это все дело резать как-то. Но хотелось бы в ХП уходить, потому что действительно ШАД просто соберет после Кираса МКБ и ей расскажет. Интересно то, что у нас снова катка, в которой вторым номером пытаются играть именно на API, и именно из-за этого они себе тарят именно такие артефакты, да, то есть ДПФ на Фантомке Медас на Энигме. И единственный активный артефакт сейчас это орчит на Клопе среди коров у NIP. Смотри, он вовремя остановился, он Грифса не стал лапать. Ну, спасибо ему за это. Ну, с другой стороны, он и Мекку не собрал, так что тоже есть свои минусы. Видите, они рассчитывают именно на то, что они должны хорошо принимать файты здесь. Они часто байтят немного на Сиберлайта, думают через Эру какой-то фраг сделать, но никто не думает стягиваться, все на миде, инфа об этом тоже уже есть у НИКОП, и надо бы туда оттягиваться с Блэкхоллом. Он откатился, готов. А Тоби сейчас, ну, хотела к Попу, видимо, ворваться, Клопа отпрыгнула. Господи, информацию дает Пташка. Дует, да. Ну, то есть он видел Тоби, из-за этого Клопа ушла. Все правильно. Ну, там нормально, там хорошая пачка идет на Т2 Тавер на ТОПе, то есть как-то Крипы подъедают это все дело. Т1 вышку отдавать вроде как пока еще не отдают, но драку инициировать никто не хотят. Они хотят, чтобы ворвались викинги и ошиблись. А викинги, они вот терпят, ждут момента. Напали на Мишу, а Миша опять оказывается под Nature Attendence, убивается немного медленнее, чем хотелось бы, но его никто дефать не стал. Я сначала подумал, что это байт от Миши был, чтобы типа команда стянулась, потом блинг от условной, не знаю, эры, да. Ну, там рядом разве что Клопа могла прыгнуть, если Сиберлайт что-то как-то не в позиции был. И в блинг он только дофармил. Тут три блинка, да, то есть и у Сиберлайта, и у Эры, и у Суприма встроенной. То есть можно было бы контр-иницировать и сразу же мгновенно убить Найкса, потому что по-хорошему там не то чтобы очень много подсейва в таком объеме. Вот они, два аж холодных огра. Если одного потерял, был запасной и на всех щиточки, потому что Пантомка до БКБ страдает нереально от этой темы. Она и после БКБ на самом деле страдает. Там еще и Сенс Ринг появился, это, конечно, супер тема. Умереть под ним довольно трудно, до сих пор супермобовая штука. И дальше у нас на второй слот Шторм решил даже аж Блатстоун собирать. Агрессивно с его стороны, но вот будет рассчитывать на то, что его контроль здесь никакой не погубит. А что ты хотела, ПКБ? Да нет, тоже Юльчик, возможно. Вот такой вот прям. Слушай, ну когда ты под Сайлансом, например, прожимаешь Блатстоун, ты отхиливаешься плюс-минус. Да, возможно, делай в темпе, потому что слишком медленно будет этот Юл появляться и бестолк уже будет. То есть легче ПКБ уже потом собрать. Единственный плюс это то, что намного удобнее поднимать Блэкхол. Да, то есть если у Суперлайта не будет в ближайшее время БКБ, у него будет, понятное дело, следующим слотом, но не сразу. Сейчас он что, будет фармить Грейфсы или БКБ? БКБ сразу, да. Хорошо, он такой боевой билд для себя выбирает. Без бафов на команду, правда. И на самом-то деле Чарли в один момент это может на себе почувствовать. А тем временем Лайфтиллер Кирасу дофармил, и возможно, настало время очередного Смока и Инфеста. Тоби уже ждет позиции. Да, Смакетский пошел, руну забрали. ДД, там руна, удача! Ой-ой-ой, руна скилла, точнее, как называют ее Санлайт. Да, проблема в том, что уже в Тоби забрался конкретно Гуля, и не придется забрать. Ну ничего страшного. Еще ДД для Шторма тоже довольно хорошая вещь. Тоби ищет. Но опять же, у НП довольно хорошая позиционка. Здесь встречать будет камень, окей. Там, если бы еще Миша спалил это все дело, то это было бы очень круто, но не дошли до него. О, Рамис тихонечко по краешку забрался, и сейчас у него с Макис падут. Отлично, Миша спалил контору. Нашел его, замедлил. Будет ли какая-то атака от команды? Команда вроде как подтягивается. Стрим рядом, его запусят сейчас по-быстрому. Юл Септер есть, просто спиртный пол, по-троим получился. Его сбивают пока что. Но живут все, живут все у команды Викинг Джи. А вот у Квапе есть некоторые проблемы. Она погибает, забралась следом за ней. Будет ли размен на Бума? Не будет, он уходит просто из файта. И дальше Чарли, который попытается выбраться, блинковаться ему просто ненка такого. Там слишком далеко эра оказывается. Как же они живут, боже мой! Тем временем Бумыч взлетает все-таки на Фантомку. Ну, я не знаю, Силерия, шедевр Ален Мека снова вместе с Хэндов Гадом настолько много восстанавливает ХП, что всего этого раскаста от NIP, ведь у них по факту именно нюкерский пик в данный момент. На протяжении долгого тимфайта они ничего не могут сделать здесь. Но если они могут зафокусить, если они могут нормально заперстить хотя бы одного оппонента, все было бы хорошо. Они попробовали это сделать с Бумом, но Бум выжил только из-за того, что есть Силерия рядом под боком и всегда очень хорошо спасает. Ну и Блэкхолл сбили вовремя, хотя Сайберлайт сыграл красиво, круто. К сожалению, просто у него не было БКБ к этому моменту. Да, это факт. Его просто Лина, по-моему, даже сбила. То есть обычный такой дефолтный стан без всяких прикрас. И это обильно. Показывает нам то, что сбил Силерия. Короче, гений, просто гений. Все кнопки нажал, станом снял Блэкхолл. Я не знаю, я в восторге от него. Это сейчас большая проблема была после этого файта, потому что потеряли они Айегис. Потеряют сейчас, скорее всего, парочку-то два вышек после такого. Показывают нам улончик. И Лина, несмотря на все свои проблемы, она очень много урона вливает. То есть мы видим 6 тысяч, она даже практически 7 уже набила. И 10 у Сайберлайта. Молодец парень. Реально потеет. И вот Хилл, спасибо большое, что показали. Шат, к сожалению, портит свою ситуацию, потому что он сам хавает. И Силерия мы видим, да, 4 тысячи, но это суперэффективный Хилл. Так, врывчик сразу на Мишу. Нашли его по лесам, по полям, вот и полетели. Как у них там инфа была, что-то крип дал. Ну, парни, я вам говорил о том, что на IP просто набивает коэффициент. Так, ну тут есть проблема с Сайленсом. Но что-то как-то очень малая берста в Сайленс залетела, и поэтому Бума добить не получилось. Он спокойно на эссенс ринге живет. Еще эссенс ринга у Бума. Ну это вообще читерство. У тебя в команде Чен, у тебя еще и выпадает эссенс на шторма. Я не знаю, это такая габелла. И мы видим то, что Арамис, кстати, в предыдущем тимфайте, по факту, он понимает, что он в данный момент булка, у которой нет вообще ничего. То есть он, ну у него нет артефактов, у него нет левла. И все, что он должен был делать, это скаудить. И время у Чарли. Время жить, время умирать. Все. Чарли при этом всем не форсит БКБ, он форсит пока что дезоляторы, я думаю, что он передумывается. Ну вот это проблема. Проблема в том, что ты собираешь БКБ, у тебя ноль урона. Ты собираешь себе дезоль, у тебя ноль жизни. И нужно и то, и другое, а времени просто уже нет. И вот начинают не плыть, терять всю свою инициативу. Все, что они зарабатывали таким потным трудом те 20 минут, это все сейчас лилось по мойку. Ну они доминировали вообще все лайны. От начала до конца эры вытащила Мерлигей. Ну кроме Шадо. Ну да, но все равно там были свои киллы на Силере. Что, конечно, не сильно влияет конкретно на Аликса, но все же. Да, мы же по строению видим, что Шадо у нас еще и демонтажник по образованию. Судя по тому, что он набил. И Саберлайт тоже очень неплохо попушил. Ну да, Саберлайт, на самом деле, его можно все-таки в положительном направлении отметить. Суперкосяков от него не было. Ну разве что подфедонил пару раз, все. Ну да, так вот скажут, что положительная игра. И башер появляется. Ну вот Лайфстилер становится еще немного опаснее. И Блатстоун самое главное у Бума. Теперь он будет прорываться как можно дальше и больше. И будет пытаться забирать враги. При этом всем мы понимаем, что даже с появлением ВКБ на Энигме, если она появится в ближайшее время, и даже если она хорошо его поставит, даже если по пятерым, то демиджер все равно может просто не хватить. Ну то есть не по пятерым, понятное дело, что Чен все равно будет стоять подальше. Но надо именно вырубать Чена до вообще того, чтобы он успел хоть что-то нажать в принципе. Что Мекку, что Hand of God. Сделать так, чтобы у них не было, чтобы у Викингов, точнее, не было ресурсов на восстановление ХП внутри темфайта. Иначе этот файт 100% пройдет. Да вот это тоже проблема Фантомки. Хотелось бы какой-то антихилл собрать. Я не знаю, вот этот Скаджи ей очень хорошо зайдет, но времени нафармить его нет. И видим то, что тут опять, вот казалось, специальность повесили. Как же мы плевать на все. Попытается, но поорать надо. Не надо орать, у него Аегис в любом случае, он даже, по-моему, эсэнстринг не нажал. Да, он эсэнстринг не нажал в темпайте. Он мог не терять, на самом деле, Аегис. Да, но он не до этого все равно. Тут осталась у нас последняя вышка на боте, которую забирать сейчас немного не с руки, учитывая то, что там крипы супер далеко. На Т3 зайти можно. Мертвая Клопа, 30 секунд ее не будет, выкуп у нее нет. И Собирлайта не зацепили. Я думала, уж Бум там решил под Т4 вышку подраться, но он оказался не таков. Выманили один байбэк, это устраивает викингов, они готовы дальше сидеть и фармить наш Ада Супербашер. Он даже МКБ не собирает, настолько им плевать на эту фантомку. Ну хоть какая-то интрига у нас с вами появилась, да? То есть мы до катки, как аналитика, говорили о том, что викинги, скорее всего, это дело закроют. Но ранние передвижения эры, выигрыш лайнов и так далее дал нам хоть какую-то надежду на то, что NIP что-то нам покажет. Они показали один неплохой тимфайт, в котором, да, они приграли и отдали все превосходство. Теперь 11 тысяч возвращать практически невозможно. Да, лайтовой пик, да, есть Фантомка, да, есть Энигма, но мы понимаем, что очень и очень сложно будет выбраться просто с базы. Надо по-хорошему дождаться БКБшки, смакануться, сделать последний файт, вот этой последней надежды на этом турнире. И совершенно спокойной совести отправиться на топ-3 в БТС. Ничего плохого в этом нету, хороший результат. Ну, да, учитывая их последние вообще врывы куда-либо, это действительно неплохой результат. На Омега-лиге они явно не в свой дивизион ворвались, когда лиги играли, и из-за этого были у них некоторые трудности. Сейчас будет ESL, там НИПы вроде тоже играют, насколько я знаю, и посмотрим, что они там смогут, не смогут. Ну и потом еще одна Омега-лига. То есть будут такие длинные лиги, где можно в дистанции что-то потестить, возможно, насчет Сиберлайта что-то решить, ну и какие-то свои косяки поправить. Потому что НИПы на самом-то деле, они с тех пор, как Санейка ушел, у них все перестроилось, и они все-таки стали лучше относительно себя самих играть. Но вот нужно, видимо, еще добавить. Ну да, они растут и растут и растут, просто не теми темпами, возможно, которые хотели бы от них фанаты увидеть. Но сейчас есть хотя бы такой положительный для них перевод, вот эти все лиги без DPC, где там все слоты на все что угодно будут разбирать всякие секреты, энигмы, и все, их оставят с носом. Сейчас можно хоть что-то там выиграть, где-то поиграть и деньги позарабатывать. Вот сейчас мы видим то, что НИПы и там викинги и тому подобное, они прямо на коне в такой ситуации. Будем смотреть, будем смотреть, как НИПы сопротивляются. Потому что они должны максимально жесточенное сопротивление оказывать, все-таки катка для них решающая. И если уж уходить с бронзой, так с честью, а не за тебе по 20. Тенег ждет, где-то вот можно будет инициировать. Пытаются найти файт какой-то, и НИПы у них пока это не получается. БКБшка, потому что есть он в Сайберлайте. И можно неочевидно подраться не на собственном ХГ, а на Т2 на боте. Теоретически говоря, это возможно. Конечно, с другой стороны, скорее всего, файт в любом случае будет выигрываться именно байбэками со стороны НИПы. Так, так. Так, Тоби Блинк потратил. И что? Ну вот Миша все хотел, обойти в спинку, пойти. Я не знаю, зачем конкретно энчанту, видимо, дать просто. Суприм теперь немного выманивает на себя. Он все ждет, когда бум прилетит, чтобы в него скастовать Блэкхол хотели, видимо. Я очень хочу, чтобы они нашли сначала Чена, честно скажу. Убить Чена, и вот тогда есть шанс. Это вообще на базе пока стоять, и все. И удастся тебя. Все нормально, спасли. Но Блэкхол нельзя давать. Хотя Блэкхол уже нажал Сайберлайт. Они просто расходятся, и Блэкхол было использовано ни в куда вообще. Даже Тоби они не убьют здесь, потому что он стоит в своей лужице и просто кайфует. Ну, если бы он сейчас еще кнопку на кулдаун поставил, это был бы полный провал. То есть БКБ дождаться-то минутку можно, а вот три минуты Блэкхол вернуть будет крайне трудно. И если бы Блэкхол был бы потрачен, там не просто Т2 бы снесли, а еще и Т3 бы пошли и сторону сломали. Зато к этому моменту, возможно, у Чарли уже БКБ появится. К моменту отката БКБшки у Сайберлайта. Там почти есть. Что-то прилетало. А вот у Лайфстилера уже почти есть Супербашер. Плевать им хотел на это БКБ. Это правда. Паладин Сворд. Ну, вот ей тоже стоит его подержать, наверное. Не самый плохой предмет. Аджорчик тоже нужен. По-моему, кто-то чекал, как будет работать себе Солблэйт в Блэкхол. Потому что там с какого-то угла можно прилететь и не попасть в Блэкхол и снять. Ну, сзади, конечно. А с какого-то нет. Ну, там прямо, знаешь, такие четкие есть какие-то правила по этому поводу. Поле зрения Блэкхол опасное, да? Да-да-да. Ну, вот тут в целом Блэкхолом-то Шатт и не должен заниматься. Это не его проблема. Есть Чен, действительно, с крипами, который всегда может это сделать. Есть Лина на худой конец, который тоже может стан выдать. У нее, по идее, рейндж должен быть неплохой. По-хорошему, на четверке она должна была уже тысячу раз линзу вытащить. Я уже не знаю, какую-то там игра сложилась. Последний раз, когда мы ее видели, она нищенствовала. И сейчас вот можно будет это отметить. Но пока паузу, наслаждаемся видом вардов и крутого сета на лину. Ну, а пока там 33-й потеряет ручки и такой, а-а-а, 2-0. Сейчас по-быстрому начнем. Сейчас Викингов 3-0. Изи катка, изи лайф. Первое место. Пошли дальше катать из Селу Германии. Ой, не знаю. Я прямо так в Монголемсах бы не была уверена. Мне кажется, там реально будет борьба. Вот финал будет очень сочный, если Викинги выйдут. Прям очень хотелось бы на это посмотреть. Хотелось бы верить, но Шапира, мне кажется, им мало даст. Ну, опять же, все зависит очень сильно от драфтов, от того, что Викинги приготовили. Потому что они либо могут специализироваться на том, чтобы убрать у 33-го основных героев, либо они могут, наоборот, ударить по самой слабой. У 33-го слишком много героев, это просто ужас. А с другой стороны, ты можешь пойти на Скитера, да. То есть посмотреть и подумать, слушайте, а у Скитера не может быть и не такой же большой пул. Давайте вайда за баню, мы выиграем по-палстую. Вайда на Икса, вот эти две вещи, нужно определенно банить против Скитера. Возможно, что-то еще придумают парни. Он как раз у нас показывал одну игру, не самую удачную, когда он собрал, против Ханов они тогда играли, на антимага МОМ, и БФ после этого у него очень долго собирался, и, короче, так ничего не успел выформить, и, например... Поэтому, возможно, не стоит банить антимага практически, Китера. Не стоит. Не, у него и попала золотые были, так что там по-разному бывает. Но вообще, в любом случае, Матголемс это просто какой-то феномен, потому что парни собрались только перед этим БТСом, и они пришли сюда и всех развалили. То есть это случай уникальный для европейской сцены. Обычно здесь таки довольно слабо себя показывают, ну плюс-минус. Ой, ниша... Все, не стало его. Развалилось. А тут они прям с такой триумфальной встречи начинают, и как раз-таки на ESL они тоже отобрались. То есть как они там против топов себя покажут, это вообще отдельный вопрос, хотелось бы на это посмотреть. И как бы они финал не сыграли, в любом случае они огромные молодцы, и хотелось бы пожелать им успехов в дальнейшем. Так, а тут у нас готовится сочный файт. Уже откатилась БКБ школа уникмы тысячу раз, промахнулся Тоби, но это ему здесь простительно. А все время Мэра решил выцепить, снова подраться Чен. Действительно, хотели Чена, запокусить не получилось. Эра погибнет, Лагуна Блэйд по нему, он умирает, Байбэк-то нет. А Байбэк-то нет. Чел. Ну ладно, он увидел единственную возможность напасть на Чена, когда Силари, может быть, не самый лучший по весонке стоял. Ну там вряд ли никого не было. Просто в один момент так получилось, что он прыгнул, а никто подойти даже не мог. Квапа, которая могла бы к нему ворваться, она была такая, далеко. Энигму, не дай бог ей помереть. Мне кажется, никто не поверил просто в то, что можно вместе с Эрой блинкануться туда. То есть, ну, все поняли, что Токио провальная тема. Он колдан на них не последовал, да? Да, да, да. Ну что-то такое. Или, возможно, он даже не дал, он увидел, мгновенно на реакции просто решил сыграть, и потом осознал, что это был ошибочный мув. Вот, но Рошан, да, и на нем надо драться. Другого варианта нет, отдавать Эггис вообще нет вариантов. Ну то есть, если они отдают, это вот точно уже ГГ, поэтому надо идти и умереть. Да, пункт у них нет, они не смогут задержать его, да, за 5 пункт разваливается Рошан. Идти и умереть, пожалуйста. Ну ладно. Да они вроде вот нинжа с линь пиджамас, но что-то, короче, не пижамах не вижу, ни нинь, и что-то ничего не делают, буквально. Настоящие нинжи пиджамах, они бы АФК стояли, я думаю. Просто. Ну как, проспали. Просто надо где-то, где-то с подветриной тихо, значит, найти свой путь под смоками. А они опять БКБ нажали, а вот БКБ нажали. БКБ, да. Ну что, будете? Соберлайн прав. Но сейчас будут очень большие проблемы с тем, чтобы пережить последующие 5 минут. Это беда. За 5 минут им могут снести все, в том числе и Трон. Кстати, правильно. И снести лицо Нинне или Буму. Или Буму, или Буму, или Буму. Но он опять с Эггисом ворвется, потому что вся команда подтянулась. И будет подкрепа, да, приходит Тоби. Правда, без киндер-сюрприза, но все равно сейчас ворвется во второй раз Бум после своего Эггиса. А Чарли-то страдает, сейчас по нему башек-то пропишут. Нет, он успел отпрыгнуть, но Куапа еле живая. Будет ли она отпрыгнуть, успеет Ли сможет? Ли смогла, смогла. Ну, слава тебе, Господи, выжила, выжила. Нужно бежать отсюда. Держись, Чарли, держись, родной! О, Господи. Просто, понимаешь, если у Энигмы был Мидас, чтобы его продать и купить себе БКБ, то Фантомка не может БСБ продать. Ну, то есть она может, конечно, что-то сделать, но явно не стоит. Вот, поэтому у него не было такого бэкапа, который можно использовать для того, чтобы по-быстрому зафорсить БКБ в момент, когда уже нужно драться. Да. Его сейчас вернулся, Бум еще, да, вернули. Спасибо, что вам это показали. Гениальный мув от Силери. В общем, легчайшая катка 2-0 от Викингов. Обычно сетка лозеров в финал, смотрите, немного более интересная и симпатичная. К сожалению, в этот раз интриги никакой не было. Только вот начало игры, вот конкретно этой начало карты, где Эра показала себя наилучшей стороны, где Викинги нафидили на всех лайнах от начала до конца. Но все равно камбэкнули, и все, но это было не очень сложно. Ну и Силери Гений вообще. Я просто обожаю его Чена. Да, он красавчик. Он очень круто на Греме играет, на Инче и на Чене. Это вот такие его персонажи, за которым просто суперприятно смотреть. И он ими прямо спамит. Надеюсь, что ему дадут премию в Викингах и поцелуют Чачку. Премию мира. Премия Чена. Премия Чена? Ну нет, подожди, он у нас... Премия тогда сына Пупея должен сначала получить, а потом уже можно премию Чена, потому что пока она в руках Пупея. Но действительно заявка хороша такая на того, кто может с ним поконкурировать. Может, это погохульство, но я считаю, что у него, возможно, сильнее Чен, чем у Пупея Хид. А у Пупея Пул больше. У Пупея Бул... Нет, он еще и как капитан гениальнее и так далее. Там понятно, очевидно совершенно, что сравнивать даже не стоит. Мерится тут разным. Вообще был момент, когда Ханскин дикого совершенно Чена показывал. Ну, опять же, зависит от тира противников. Так он показывал его на мажорах. Да, ну вот, и тут у нас викинги Селари и его Чена показывают против нипов, которые, ну, очевидно, их слабее. А вот когда викинги будут уже против Сикретов, и там будет этот Чен, там я уже боюсь, что его игра будет не такой яркой. Время расчехлять Black Hole. Просто Чарли все равно, походу, не дофармит свой БКБ. Он же его минут 15 не нажал. Продай в рейвбэн, продай ПТ, просто влети, купи БКБ. Он будет нюхать крипов. Не, ну он кидает простые те. Не, он стоял, ждал, когда они на ЛОХП останутся, чтобы... Одного крипа из всей линии, господи, из всей пачки. Одного мало. Для этого тебе БКБ покупали. Это че, БФ покупали. Все, 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 есть, есть. Ну, вол ин пошел, да. Никаких байбэков, ничего, рапира. Да, и вот, это, знаешь, такое оптимизм. Да он не успеет нафармить, да, но это проблема. Эта катка наполовину пуста, или, ну, это еще наполовину пуста по отношению к рапире, или наполовину полна? Вот вопрос. Блин, ну было бы круто, если бы собрал. Но, скорее всего, такой сценарий был бы, что он ворвался бы, помер, отдал рапиру, и все. Получал бы, да, лучше бы Эббисал в лицо и КГБП. Но, нет, мы ждем Блэкхола, мы ждем его. Давай, давай, накручивай. Время, время расчехлять Блэкхолину свою. Ну-ка. Бум, вот он, вот она цель, вот она цель. Убить, убить, распрострашить, уничтожить Суперлайт. Вот она, Блэкхолина, вот он, минус, Бум. Ну же, ну же, последние тычки. Найс, 85. Саверни, сейчас Байпэк, короче, и понеслась. По троим, Стас. О, так, 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 нужно самое главное, Суприм, успеть отойти. Чен разваливается, отлично. И Миша, Миша, тут он пока что живет, уходит просто на геймер кейпе. И Бум попытается в ответочку что-то сделать, увидел БКБ, отлетел подальше. БКБ закончился. И теперь можно цеплять, и теперь можно цеплять и сбивать. Как же много ХП теряет Чарли, он вообще не жилец. Ну все, он ГГ. Но зато расчехлили Блэкхолина, убили Шторма, молодцы. Вот она, вот она команда мечты. Да, ну хотя бы одного, хотя бы так. Это, это респект, понимаешь, это то самое, что мы хотели увидеть, и мы получили это. Наконец-то кирализация двух ПКБшек. Но они попытаются сейчас еще побороться, Эра попытаются убить Тоби. Это, конечно, перспективно, но не очень реализуемо. И видим то, что у Эра большие проблемы с ХП, и заканчивается по-быстрому Суприм. Только Байбек накапал, так сразу уже и оказался он потрачен. Ну все, все, все. Последние Байбеки нажимаются, попытаются как-то еще пободаться. Но такие здесь у нас три брата-акробата остались, которые ничего не смогут сделать. На хайграун закидывают селедочку. Селедочка-то помрет, селедочка умерла, действительно. Но может тоже Байбеки на нажатие вернуться обратно. А Сиберлайт может только поляну накрыть. Поздравляем, Анайфис, третье место на этом турнире. Показали они, может быть, и не самую сильную свою игру, но в конце концов... Добрались. Добрались. Ну, они даже не хорошо прошли по верхней сетке. Потому что Викинги, например, в первом же раунде отлетели у нас в Узера. И вот там уже пришлось довольно много игр катать. Но все равно они на этом третьем месте абсолютно справедливо оказались. Это действительно третья по силе команда, которая есть на БТСе. И Ханов они развалили тоже по фактам. И если бы Хан оказались здесь против викингов, они бы, скорее всего, еще быстрее отлетели. То есть здесь Нипов винить не в чем. Они заняли то место, которое должны были занимать на этом БТСе. И дальше будет прям битва титанов. И вот это вот прям очень хотелось бы посмотреть, как там уже покажут у нас себя. Да, там будет жестенько. Но Викингам из позитива они не потратили много сил здесь вообще. То есть катки были изящные, и катки были две. Какой-то, скорее всего, будет. Они там еще отдохнут, чайку попьют, вернутся уже с новыми силами в гранд-финал, про который наши студии аналитики поговорят. Бедный Димон, это тебе не аналитика. Тут, если хочешь, не скажешь. Надо постараться, конечно. Дима, Кристалмей, Даша и Ритель, друзья, для вас комментировали финал нижней сетки. Ребята на сегодня свою работу заканчивают. Равно как заканчивает команда NIP. Третье место крупного этапа. И теперь третье место плей-офф стадии. Ну, а Викинги в финале, и это будет самый классный финал, который мог вообще, мне кажется, такими темпами состояться в рамках турнира. Самый предсказуемый. Да, пожалуй, но и команды объективно крутые. В Best of 5 серии за ними будет интересно посмотреть. Интересно было сейчас из NIP, но по другой причине. Было достаточно интересно, учитывая самый старт. Когда ты сидишь, все, ты их уже похоронил на аналитике, и они там типа 8-2 или 8-1. 10-2, 10-2. 10-2 даже идут. Думаешь, сейчас все будет. И думаешь, ну где же Cyberlight-то? И он включается. Да. Наш парень. Все как в лучшие года. Я так же делал. Нормально. Ну, ты видишь, как у тебя и жизнь нормально сложилась. Не, видишь, мне сильно проще, потому что в мои времена очень нестабильная дота работала. То есть, допустим, жмешь на «Ити направо», и герой может пойти налево, это по-разному бывало. Да ладно оправдываться, просто не очень играл, скажи. Нет, в мои времена, ребята, в мои времена все было стабильно, и герои что-то куда надо, и люди делали, что надо. Да-да-да, и Вигас не застыпал под основной агитерен, например. То есть бывали моменты с довольно странной. Так вот, драку посмотрели, где единственный хороший Black Hole мог бы быть, если бы Чен не подконтролил Голева, не встал рядом и не сбил его моментально. И в итоге просил их, как говорится, вначале, что, ребята, драфт довольно жидноватый, в том плане, что необходимо купить БКБ на «Инигме», чтобы как раз-таки идти колдовать, потому что без него он, очевидно, будет сбивать. И они вот всю игру ходили без этого БКБ. А когда купили, уже было поздновато, слишком много зерили. То есть первый юз БКБ потенциально в драку был без Black Hole, но не заюзали, там не было стаба под него, и уже с перевесом в 15 тысяч. Ну да, то есть до этого БКБ они добраться такими темпами не могли, просто даже теоретически, потому что викинги их все время месили. Да, причем, опять же, 10-2, они с вами пошли воевать. То есть там вот первый интересный фит был, как раз-таки, от «Инигмы», это он пошел за Ченом в лес. Чем предупреждал шторма, и такой «Инигме» говорит «здорово». Ну а тут уже, ты сам понимаешь, что полный разнос, и Фантомка просто не вывозит по урону. То есть не успел купить слады, которые позволяли бы воевать с Ластиллером. Тем более, что у него Чен, носящий с собой двух огаров на Фрост Армор, и он первым почти сладом купил керасу. То есть у тебя герой, который страдает от того, что мало армора, просто сделал себе там плюс двадцатку. Да, и получает еще этот минус армор от соперника, и там еще юнитов, которые бьют по нему тоже огромное количество. Короче, Фантомка... Нет, но я в том, что он себя запротектировал, а Фантомке реально грустно. Ну да. Потому что и ее получается кераса, и ее получается коррозивхейзет, и все бьют с руки, в том числе и шторм. Ну и когда в какой-то момент времени уже пошли во все тяжкие ребята из... Викингов просто посмотри, как вырывается шторм, один во всех. Потому что у него и спорж драка была об айгисе шторма. И эта драка об айгисе шторма. Причем ворвался, и ему уже была без глухолы. Убил один в четыре героя. Спокойно умер. Команда потянулась, они добрали всех. Ну, просто показать, насколько уже безидейно все здесь происходит. Ну, очень похожие сценарии драка. Потому что драться ты вообще не можешь. Если ты просто бежишь, и вопрос только в том, насколько близко Фонтан. Если Фонтан близко, кто-то выживает, если он далеко, все умирают. И за все это спасибо Нипам. Просто потому что не показали какой-то борьбы в рамках этой серии. То есть Эйра побегала на старте. Типа, все здорово. Но Ластиллер топ-1 в всю игру. Шторм типа не сильно отстает. Все нормально. И потом вот жадность сыграла свое. Дима, у тебя есть что-то, что еще Митя не сказал? Ну, вы скажете, Дмитрий, что денег не было у Энигмы? Ну да, маловато было. Маловато. С Мидасом. Давай посчитаем Мидас. Это денежка. Аркан Тапки, это денежка. И потом я просто вспоминаю свои игры, когда я просто брал сапог и Блокинг Барферс Сайтом. Когда я видел, что без этого компчика вообще ничего нельзя сделать. И с одной стороны... Ничто не мешает людям пожертвовать, допустим, там, частью фарма. И не покупать вот эти вот айтемы на разгон. Мидас, Аркан Тапки, сейчас будем бегать, зафармить весь лес, качаться. Нас никто не накажет. Да, конечно, ну что? У нас же Фантомка Энигма, а там Сладдер, Шторм и Лайксилир, которые будут просто месить нас минуты с десятой. Естественно, в таком случае Блокинг Барферс лучше вообще чуть ли не первой шмоткой покупать, потому что без нее это просто минус герои. Вот, опять же, можно было бы сказать, что типа команда противников, они же не Василий видят, что у тебя Блокинг Барферс, что не будешь фармить там, забрутся, перефармят, но для Вас, как-то таки, тоже опция, потому что это то самое вот время, которое ты выиграешь, пока они типа запираются от Энигмы и бегают, когда Фантомка фармит, и она, возможно, потом тебе игру выиграет. Потому что здесь не было ситуации, в которой вот что-то из того, что они делают, могло принести им победу. Даже вот если вот у тебя вот смотреть драги, где Блок Холл был расчехлен, где они убили, либо Эггис есть, либо Байбек, а второго Блок Холла нет. Ну да, и поэтому, зная, как и любят нас в нынешнее время Энигмы жадничать, которые рассчитывают там, что они будут фармить 30 минут, а там будет и Блинк, и БКБ, и Медасер, и Фрэшер, и все остальное, то, естественно, любая хорошая команда, а-ля Викинг, которая умеет ретт на темпе, она просто развалит за счет Эггисов, что, в общем-то, и говорилось на предматчевой аналитике. Поэтому здесь вообще без вариантов для NIP. Они что, в первой игре? Да что вы второй? Что вы второй, да. Да, ну, такое окончание вот для NIP, казалось бы, да, за упокой, но это по-прежнему третье место. Вряд ли они могли быть удовлетворены чем-то меньшим, но до третьего добрались. Интересно, какое будет будущее у состава. У них Германия, ну, ESL1 Germany впереди, они заявлены на этот турнир, будут там играть. Не знаю, вряд ли, наверное, что-то до этого турнира, да и вообще до начала DPC предполагаемого, должно поменяться. Хотя, по-моему, очевидно, в команде есть слабое звено. И подумать над тем, чтобы, возможно, как-то поработать с этим, мне кажется, это вот приоритетная задача для NIP сейчас. Мы наблюдаем за командой уже на протяжении трех месяцев, и три месяца есть игрок, которому приходится крайне тяжело. Мы вот в предматчево-аналитике очень много слов по этому поводу сказали, и я был бы рад, если бы эти слова не подтвердились на последней карте NIP на турнире, но подтвердились все-таки. Предложи альтернативу, кроме 33-го. Такая пусть команда сейчас с этой, господи, селекцией занимается. Это же не моя работа. Моя работа — вас разговаривать. Моя работа — сообщить, что в рамках того, как сейчас уступать Сверлайт, знаешь, что-то делать. Либо поговорить с ним, чтобы он что-то поменял, либо поменять игрока. Собственно, это мои полномочия. Я поменял пикера, который пикает фантомку, а потом энигму. Возможно, тоже, да. Но это не отменяет того, что в рамках того, как он действует, то есть от того, что он тебе даст энигму и возьмет себе не фантомку, думаешь, он не пойдет один в аварожский лес и не умрет там. Я думаю, что вот проблема все-таки... У Челла 10к, он играет сколько там, куча игр. Это у того, который на Свардаре. И у Саберлайта. Тоже 10к? У Саберлайта, да, он действительно соболезный. У него 10к. Я не вижу ни одной, я вообще не вижу никаких проблем, чтобы просто дать ему задачу, иди сыграй в Магнусе 10 раз в пабе, если там, не знаю, 2-3 раза ты дашь РП в землю, иди сыграй еще 10 раз. Ну, у человека 10к. Он чему-то же научился дать 10к, он же не просто, там, не знаю, спамил одного героя и такой, о, у меня 10к, все, берет мне в команду уже наверняка, что умеет. Следовательно, нужно просто научиться. И тут уже конкретно дача капитана, который пикает вот этих странных героев, а-ля энигма, то есть возьми хорошего героя и объясни человеку, что тебе на этом герое нужно учиться играть. Что касается капитана, Миша все это время, насколько я понимаю, выступал в роли стенд-ина в команде NIP, поэтому не исключено, что перед предстоящим турниром что-то и на этой роли у команды изменится. Но это все теорикрафтинг, друзья, который только лишь со временем подтвердится. Кстати говоря, со временем нас с вами еще ждет гранд-финал турнира между командами Викинг Джи Джи и Мат Големс. Практика такова, что команда, которая принимала участие в финале нижней сетки, может попросить паузу, и, скорее всего, регламентом такая пауза разрешена. До получаса. До получаса. Тогда, друзья, вот мне подсказывают, через 25 минут начнется гранд-финал, поэтому у вас есть время приготовиться к просмотру самого важного матча турнира BTS Pro Series третьего сезона. Ну а мы очень скоро вернемся.